Здорово, это Шамшурин и видео называется «Техника фисташка». Я недавно, ну я ее так назвал, как бы, я думаю, что это и так очевидная техника в любой психотерапии, там, или в любой, в любом коучинге, в решении любых каких-то внутренних проблем и задач, но вот я думаю, дай-ка я ее назову фисташкой, потому что у меня что-то подобное было. Итак, техника следующая, то есть когда, вот у меня была такая ситуация и не раз, и у тебя, наверняка, тоже, когда ты ешь фисташки вот эти с прорезями, орешки, то есть ты, ты делаешь что, когда ты находишь там какую-то без прорези и не можешь ее раскусить, расколоть, ты кладешь ее, скорее всего, обратно в этот же пакетик, думаешь, ладно, я до нее доберусь в самом конце, вот, и продолжаешь есть, грызть остальные. И раз от раза она тебе опять попадается, то есть достаешь, блин, это опять она, короче, без прорези, опять ее кладешь обратно. Ну, кто-то выкидывает ее, ну, в основном ты кладешь ее обратно, потому что ты надеешься на то, что в конце концов ты ее как-то там расколешь, не знаю, плоскогубцами или там чем-то еще, то есть раздолбишь ее каким-то ключом, не знаю, может быть, просто зубами разгрызешь. Ну, ты с ней что-то сделаешь, то есть ты ее накладешь обратно. Ну, суть такая, что ты кладешь ее обратно и раз от раза на нее натыкаешься. С какими-то внутренними страхами или проблемами, какой-то проблемой, которая тебя долго гложет на протяжении всей жизни, происходит то же самое. Ну, как бы я вижу в этом параллель, то есть что ты делаешь, ты делаешь следующее, ты не решаешь какую-то свою проблему, ну, в частности мы берем, например, какие-то нерешенные, незакрытые вопросы с женщинами, то есть, ну, для многих это и не является проблемой, потому что они считают, что так и должно быть, потому что их окружение, состоящее из таких же ребят, как и они сами, оно, как правило, живет точно так же. Поэтому вы думаете, что, ну, все так живут, поэтому то, что у меня нет красивой, лучшей, доброй девушки, которая ко мне хорошо относится, это и не проблема, потому что я встречаюсь не пойми с кем или вообще ни с кем, это тоже не проблема. То, что я такой весь успешный, богатый, пиздатый, но вынужден проводить время непонятно с кем терпеть истерики, женские какие-то прихти и так далее, это тоже не проблема, вы считаете. Ну, ладно, это ваше мнение. Так вот, суть такая, что вы так же, как с этими фисташками, вы берете эту проблему, натыкаетесь на нее и по-хорошему нужно решить это сразу. То есть, нужно сразу же что-то с этим сделать, расковырять, начать с этой проблемы. Но вы этого не делаете, вы убираете ее, откладываете куда-то дальше, опять в этот так называемый мешочек. Вот, и следующий прикол, что рано или поздно происходит какая-то ситуация, в которой вы опять натыкаетесь на эту проблему. Вы опять в какой-то ситуации достаете ее, думаете, блин, черт, да, она же никуда не делась. Вот, но вы опять ее убираете и продолжаете откладывать до конца жизни, хотя она так и продолжает вам мешать постоянно. Поэтому техника фисташка заключается в том, чтобы обнаружить эту проблему, которая мешает, и решить ее сразу же, не откладывая в долгий ящик, решить здесь и сейчас, чтобы потом она не мешала в дальнейшем в жизни. Таким образом можно обнаружить несколько, допустим, целый ряд каких-то вещей, которые тебя не устраивают, но которые раз от раза повторяются. И решив их изменить качество жизни в лучшую сторону. Ну вот, какая-то такая информация пришла в голову, решил с тобой ей поделиться. Еще информация следующая, 27 мая у нас стартует групповой тренинг масштабный в Москве. Вести буду я и два моих лучших тренера. Это будет офигенная тусовка, где будет не только полезно, интересно, прокачивающе, но еще и очень весело, потому что это будет большая группа. Для того, чтобы записаться, кликай на ссылку под этим видео и записывайся. Еще есть немножечко мест, поэтому уже больше половины мест занято. Все, короче, ждем тебя на группе 27 числа. Увидимся, это был Шамшурин, пока.